Партнер программы сеть детских клубов Дети и дети Здравствуйте, ребята! Привет! Вчера у нас с Димой и Машей был второй конкурсный день. Ребята показали, что они очень сильные соперники, что борьба будет напряженной. В стране безопасности есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти что? Испытание. Испытание. Вчера вы уже и позавчера с этим условием столкнулись. А сегодня готовы отвечать на мои вопросы, выполнять мои задания? Да! Отлично, ребята! Тогда первое задание. У каждого из вас на доске есть кроссворд. Я буду читать загадку, а вы должны будете отгадку вписывать. Если первая загадка, значит, под цифрой 1, вторая под цифрой 2. Если вы все правильно отгадаете, то кроссворд сойдется. И все будет нормально. Так, подсказку вам даю. Тема наших загадок – это животные. А первая буква первой отгадки – это буква Б. Можете уже ее и вписать. В первой строке первая буква Б. Ребята, задание на скорость. Каждый правильный ответ стоит фишку. Быстрый ответ, если справитесь быстрее с соперником, еще одна фишка. Итак, слушаем первую загадку. Писать начинаем только после того, как я закончу читать. Хожу в пушистой шубе, живу в густом лесу, в дупле на старом дубе орешки я грызу. Молча. Быстрее на скорость. Все. Вы одновременно справились. Молодцы, я видела, рука закончила писать в одно время. Так, это у нас кто? Белка. Белка, конечно, Белка. Так, я сама вам кладу в коробочке по две фишки. За скорость и за правильный ответ. Второе на Л. Готовьтесь слушать. Да, правильно ты заметил. Вторая будет отгадка. Начинаться с буквы Л. Итак, слушайте. Всех зверей она хитрее. Шубка рыжая на ней, пышный хвост, ее краса. Этот зверь лесной... Первый. Машенька. А куда? А где там клеточка? Есть клеточка? Смотри. Буква Л уже была. Мы еще говорили с Димой об этом. Ну ничего, ты уже не вытирай. Отгадала ты правильно? Это действительно леса? Ой, а Дима как красиво написал слово леса. Леса, леса, девочка, зачеркни и напиши рядом буква И. Ну ничего, тем не менее ты отгадал правильно и быстро. Поэтому две фишки тебе и одну фишку Маша за правильный ответ. Машенька, давай, чтобы у тебя получилось отгадать остальные загадки, мы исправим. Пиши здесь, зачеркивай вторую букву Л. Пиши и рядышком, и, соответственно, дальше тоже. И в следующей клеточке зачеркивай и пиши С. С, так, А, А, Лиса. Молодец. Все, значит, третье слово у нас с какой буквы будет начинаться? С буквы С. Слушайте загадку, начинайте писать только после того, как я закончу читать. Ростом он с большую башню, но ни чуточки не страшный, добродушен и силен. Африканские чудо... Молча. Ай, да, Маша, молодец, быстро справилась. Правильно справился и Дима. Кто у нас это? Слон. У тебя, Дим, такая Л, буква, знаешь, совершенно непонятно. Я бы сказала, что это П, в слове белка и в слове слон. А ну-ка, напиши букву Л. Л? Да. Печатную ты хотел написать? Как пишется печатная буква Л? Домиком таким. Это П. Какая П? Смотри-ка, печатная, если ты хочешь писать, вот. Хоп. Понятно? А прописная вот так. А что же это за Л? Никогда никто в жизни не догадался бы, что это буква Л. Это Л такая. Ну, это только... Посмотри, печатные буквы. Это только ты знаешь, что это буква Л. Спеши правильно, пожалуйста. Итак, слушаем следующую загадку. Стройный, быстрый, рога ветвисты, скачет по лесу весь день, называется... Молча. Не подсматриваем. Рога ветвисты. Забыл, как называют. Ну, все. Лось. Итак, эту загадку у нас Маша отгадала правильно. Речь идет об олене. Правильно. А Дима чуть-чуть по-другому думал. Поэтому здесь у нас зарабатывает две фишки за правильный ответ и за скорость. Маша, присаживайтесь. Так, ну что, давайте посчитаем, сколько в первом конкурсе заработали фишек. Четыре. У тебя четыре, а у Машеньки на одну больше. Пять. Хорошо. Ну что, а сейчас время. Помните-ка время чего? Встречи с нашим хорошим знакомым, дядей-милиционер, которого зовут Виталий. Давайте-ка его послушаем, что интересного он сегодня расскажет. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. Это наша третья встреча. Вы уже знаете, как меня зовут и где я работаю. Но для наших маленьких телезрителей я представлюсь еще раз. Меня зовут дядя Виталий, и я работаю в милиции. Наша главная задача – не допустить плохих поступков детей и против детей. Тема нашего сегодняшнего разговора – как не попасть в плохую компанию. Ребята, как по-вашему, что такое плохая компания? Как вы думаете, ребята, Дима, Маша, плохая компания? Это когда с рогатками ходят стекла, разбивают, воруют что-то. Да, действительно, это плохая компания. Машенька, а ты какой пример привела бы? Кого можно считать? Что они дружат из одних сладостей. Когда ты хочешь с ними подружиться, они только дружат, чтобы им давали сладости. Из корыстных побуждений. Это, конечно, не настоящие друзья, не очень подходящая компания дружить. Хорошо, ребят, слушаем дальше дядю Виталию, что он еще скажет по этому поводу. В принципе, все правильно. Ребята из такой компании всегда плохо себя ведут. Они дерзят взрослым, огрызаются, обижают младших, курят и пьют, хулиганят, издеваются над животными, прогуливают школу, совершают кражи, лазят по стройкам и запрещенным местам. А еще они уходят из дома, их начинают искать родители, а потом и милиция. Поэтому о таких друзьях лучше поговорить с родителями. Они обязательно подскажут, что делать дальше. А я подскажу, где можно поискать ребят, которые вам обязательно понравятся. Первое. Научитесь по-настоящему дружить прямо с детского сада. Второе. Попросите родителей разрешить вам приглашать друзей домой. Познакомьте их с мамой и папой. Они узнают их поближе и помогут вам в дальнейшем общении. Третье. К вам в гости приходят знакомые мамы и папы. С собой они приводят своих детей, ваших ровесников. Подружитесь с ними. Проводите больше времени за играми и общими делами. И запомните. Безделье – худший враг детей. Именно из-за того, что вы ничем не занимаетесь, можете попасть в различные неприятные ситуации и плохую компанию. Поэтому постарайтесь занять свое свободное время полезными делами. Ходите в спортивные секции, танцевальные кружки или театральные студии. Там вы обязательно встретите своих ровесников, которым, как и вам, нравится заниматься интересным делом. А на сегодня это все. Я, как всегда, желаю вам успеха в игре и безопасности в жизни. Итак, ребята, наш третий конкурсный день подходит к своему завершению. Осталось последнее испытание. Давайте-ка мы с вами подготовимся к нему. Идемте снимать картинки и вытирать. Машенька, ты вытирай берегу, ты быстренько. Итак, ребята, суть конкурса нашего следующего в общем заключается. Я сейчас развешиваю картинки. Мальчик – хороший мальчик и плохой мальчик. И дам вам… Вы слушаете условия, Дима? Присаживайтесь на места. Вот, мальчик хороший и мальчик плохой. И сейчас еще раз дам вам карточки, которые будут относиться к действиям хорошего мальчика, которые делают хороший мальчик и плохой. Вам нужно будет распределить правильное хорошее действие под хорошим мальчиком, а плохие под плохим. Ясное задание? Каждый правильный ответ будет стоить одну фишку. Кто справится быстрее, получит дополнительную фишку за скорость. Итак, ребята, начали. Начали. Магнит берете в руку и распределяете. Все, закончили. Итак, хорошо, Маша справилась первой. Проверяем машины. Ухаживать за младшей сестрой. Да, действительно, так поступит хороший мальчик. Смастерить кормушку, верно. Защитить слабого, тоже правильно. Помочь старой бабушке. Убрать комнату, покормить ребенка, котенка. Молодец, Машенька. Все правильно. Итого здесь три. И здесь три. Шесть. И здесь проверим. Обидеть собаку. Бегать по школе. Порвать учебник. Опоздать на урок и получить двойку. Молодец. И здесь все верно. Здесь шесть, здесь пять. Итого одиннадцать фишек. И двенадцатая фишка за скорость. Машенька, молодец. Можешь присесть. Так, Дима. Защитить слабого. Верно. Это действие хорошего мальчика. Убрать комнату, покормить котенка. Помочь старой бабушке. Смастерить кормушку. Ухаживать за младшей сестрой. Молодец. Здесь у нас сколько? Здесь у нас шесть. Обидеть друга. Опоздать на урок. Бегать по школе. Получить двойку. Обидеть собаку. Порвать учебник. Итак, Дима тоже справился абсолютно верно. Шесть фишек. Здесь правильных. И здесь пять. Итого одиннадцать фишек. Хорошо. Сейчас я вам все это вручу. Честно заработанные фишки. Слушайте, смотрите, какое большое количество фишек у вас. В этом конкурсе. Две, четыре, две, четыре, 7, 8, 9, 10, 11. И Машеньки мы сейчас насчитаем. Здесь пять. Здесь шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12 за скорость. Отлично. Итак, по итогам сегодняшнего соревновательного дня Диме удалось заработать пятнадцать фишек, а Машеньке семнадцать. И суммировав предыдущие два дня баллы, получается, что Маша заработала сорок одну фишку, а Дима заработал сорок шесть. Разница у вас, ребята, совсем небольшая. Завтра у нас уже с вами финал, где определится победитель. И там у вас будет возможность намного больше фишек зарабатывать. Поэтому пока и радоваться, и огорчаться еще слишком рано, потому что финал все решит. Поэтому готовимся и встречаемся завтра в финале. До встречи, ребята, в нашей стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока.